Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем коротком видео мы поговорим с вами о том, кто же может стать Android разработчиком на самом деле. Итак, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать Android разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать Android приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и, конечно же, настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии Android разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе Android разработчик за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас Android разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему Android, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под Android и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию Android разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс Android разработчик за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным Android разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. Я очень много получаю различных сообщений. Люди мне пишут, а я могу стать Android разработчиком, у меня нет никакого опыта в программировании. Бывают люди пишут, что приходят очень часто сферы веб-программирования. Бывают люди вообще очень плохо знакомы с компьютером и знают лишь как его там включить, как зайти в интернет и что-нибудь порубиться в игру какую-нибудь на компьютере. И в сегодняшнем видео я расскажу, во-первых, кто может стать Android разработчиком. Как я говорил, вот три категории, кто приходит ко мне на курс. У меня хорошая статистика, потому что несколько сотен учеников прошло уже через курс. И поэтому у меня есть статистика, кто как приходит и кто как проходит обучение. Смотрите, я говорю, что приходят люди из разработки сайтов сферы, то есть из веб-программирования, либо бэбэкэнчики, либо фронтэнчики, либо просто веб-мастера, которые на WordPress что-то делали. Вторая категория – это люди, которые активно пользуются компьютером, но никогда не имели опыт в программировании. И третья категория людей – это люди, которые знают, как включить компьютер и зайти в интернет и поиграть. Ну, буквально даже чуть-чуть знают компьютер, особо его и не знают. Итак, как я говорю, как вы можете посмотреть на моем курсе, то есть если вы зайдете на страницу с моим курсом, ссылка на него в описании, там есть программа, которая рассчитана на 3 месяца. Ну, прохождение. На самом деле вы можете дольше ее проходить, вас никто не гонит, и за лишнее время вы, в принципе, ничего не переплачиваете. То есть я вас не гоню, не ограничиваю, тем более у вас доступ пожизненный. То есть люди, которые приходят со сферы веб-программирования, которые уже имели опыт, они, как правило, проходят курс за 2 месяца, очень легко пролетают, особенно вот первый месяц пролетают быстро вообще, даже раньше, там, за 3 недели, в был случае даже за 2 недели пролетел не курс. На втором месяце уже долго сидят, ну, месяц такие люди сидят, потому что это фундамент всей Android-разработки, там работа с базой данных и архитектура, то есть все самое главное. Там месяц, там, ну, может, меньше сидят, но вообще, да, те, кто в своей программировании, они там за 3 недели его проходят. И третий, третий, как бы, месяц они так же быстро проходят, потому что снова второй месяц. И обычно вот эти люди, которые приходят в свое программирование, они даже быстрее, чем за 3 месяца проходят курс и становятся Android-разработчиками. Если мы берем человека, который приходит, скажем так, он не имеет никакого опыта в программировании, никогда не занимался, ну, в принципе, активно пользуется компьютером, то такие люди обычно проходят за 3 месяца-5 месяцев, 3-5 месяцев. Если человек никогда не включал, ну, изредка включал компьютер, вообще не понимает, где что там находится, и вообще с установкой программ все тяжело, то такие люди проходят обычно за 6-7 месяцев. То есть, как вы можете видеть, ответом на вопрос, кто может стать Android-разработчиком, Android-разработчиком может стать абсолютный человек. Неважно, есть ли у него опыт в программировании, нет ли у него опыта в программировании. Главное, чтобы он умел включить, скажем так, ноутбук, компьютер и понимал принципы установки любого софта. Ну, я думаю, это многие знают. Но даже если он не понимает этого, я ему расскажу и покажу, и проведу. То есть, мы понимаем, что Android-разработчиком может стать абсолютно любой человек. Что ему для этого нужно? Ему нужен персональный компьютер или ноутбук. Владимир в прошлом видео рассказывал, какой ноутбук или компьютер нужен. В целом, неважно, а Macbook, Windows, если нет денег на, скажем так, на покупку нового компьютера на Windows, у которого будет там, грубо говоря, ну, может, 4-6 ГБ оперативки, то подойдет и ваш самый слабый компьютер с 2 ГБ оперативки. Я начинал с такого, ничего страшного, будет немножко медленнее, но подойдет. То есть, нужен компьютер обязательно. Нужно ли реальное устройство на Android? Лучше, если оно у вас будет. Для того, чтобы все эффективно тестировать. Потому что пользователи будут пользоваться реальными устройствами, и нужно, чтобы на устройствах реально все хорошо было. Но если у вас нет реального устройства на Android, вы, может, фанат iPhone, то тогда можно и без устройства. Вы сможете все это тестировать на реальном симуляторе. Что нам нужно еще для того, чтобы стать Android-разработчиком? Нам нужно установить Android Studio и установить Android SDK. Те, кто приходят ко мне на курс, я это все показываю на первой неделе. Устанавливайте Android Studio, устанавливайте Android SDK, но перед этим всегда убедитесь, что у вас имя пользователя на компьютере, если говорить про Windows, оно написано на латинице, не на русском языке. Это очень важно. Переименовывайте и устанавливайте. Это все хорошо, но все-таки, кто еще может стать Android-разработчиком? Главное, Android-разработчиком может стать человек, у которого есть вся необходимая техника, про которую я сказал, компьютер, хотя бы компьютер. Который установил Android Studio, установил Android SDK, и главное, который имеет желание, стремление освоить новую, современную, то есть актуальную профессию, которая ему даст самостоятельность и независимость и позволит хорошо зарабатывать. То есть он может пойти трудоустроиться на хорошую зарплату, либо он может зарабатывать на заказах, либо он может создавать свои приложения, зарабатывать либо на рекламе, либо на платных подписках, либо какие-то свои стратегии очень интересные включать. То есть тут нужно очень желание. И вот это качество желания, он перетекает в следующее качество, которое также нужно любому Android-разработчику. Кто хочет стать Android-разработчиком, это синдром дятла. То есть он должен при изучении стучать, стучать, стучать в одну точку, даже если что-то не будет получаться, стремиться, стремиться делать, и в итоге все всегда получается. То есть он должен быть таким настырным. Но вот эта настырность и желание, ну желание всегда должно быть, а вот эта настырность, она очень важна, когда вы обучаетесь самостоятельно. Если вы приходите на курс, если вы приходите на курс, то в принципе вам там все разжевывает. Но опять же, за все курсы я не могу сказать. Допустим, когда человек ко мне приходит на курс, подача вся идет так, чтобы человек максимально все понял. Если вы там выбираете премиальный пакет, то если у вас что-то на этапе просмотра непонятно, вы мне пишите, я вам разжевываю все это дело. Если вообще непонятно, то снимаю личный видео урок для вас. Это все входит в пакет, который вы оплачиваете. И очень важно, чтобы вы были готовы трудиться и заниматься. Сколько времени на это надо? Ну вот смотрите, я вообще советую, кто приходит ко мне на курс, выделять хотя бы 2 часа в день. Если 2 часа в день не получается выделять, выделяйте выходные. На моем опыте был человек, он работал электриком, и он мог выделять только воскресенье. Он учился по воскресеньям, научился весь день. Хотя я так не советую делать, потому что лучше не больше 2 часов, иначе перегорите. Но он, не знаю как, он обучался весь день воскресенья, и на протяжении 6 месяцев, у него обучение заняло 6 месяцев, и он на протяжении 6 месяцев обучился. То есть, еще раз говорю, андроид-разработчика может стать абсолютно любой человек. Главное наличие компьютера, главное все установить, главное наличие желания, то есть стремления, и выделение определенного количества времени. Да, вам придется сталкиваться с трудностями, как и я ранее говорил, это не такие маркетинговые слова, что самостоятельность, независимость, современная профессия. Нет, действительно это так. Вы сможете освоить новую актуальную профессию, тем более в нынешних условиях, когда IT очень ценится, поэтому это очень хороший вариант на самом-то деле. Допустим, если попадете в веб-разработку, то вы увидите конкуренцию, тоже в фрилансе на один заказ могут десятки, сотни человек отзываться. Если вы посмотрите на заказ, который на фрилансе отзываются на Android-разработку, вы увидите 5-6 человек. То есть конкуренции меньше, но и намного дольше придется потрудиться, чтобы стать Android-разработчиком. Но неважно, вы переходите ко мне на курс, я вам помогу с этим совсем быстренько справиться. И тем более у меня курс обновляемый, если что-то новое выходит, всегда материал обновляется. И когда вы обучаетесь, очень важно, чтобы вы параллельно продумывали стратегию своего развития. Если вы хотите трудоустроиться, вы должны параллельно изучать, как писать правильное резюме и как проходить правильное собеседование. Но опять же, приходите на курс, есть дополнительные бонусные уроки, в которых я это рассказываю. Если вы хотите работать на заказах, то проще начать с фриланса. Что вам нужно в этом случае делать параллельно? Сразу зарегистрироваться на фрилансе, сразу начать настраивать аккаунт, посмотреть, как его правильно настроить. Если вы хотите брать на заказы напрямую, то, скорее всего, вам придется создавать свой YouTube-канал и прокачивать это направление. Тоже это нужно делать с самого начала, чтобы не терять времени. Если вы хотите создавать свои проекты, то, собственно, нужно искать на англоязычном пространстве интересные идеи создания мобильных предложений и еще посмотреть, что требуется рынку на данный момент сейчас. То есть, это полноценная постоянная работа. Вот, в общем-то, и все, что я хотел сегодня рассказать. Я хотел вам рассказать, кто может стать андроид-разработчиком. Если вкратце, андроид-разработчиком может стать абсолютно любой человек. Главное, чтобы у него было желание и, конечно же, компьютер. На этом у меня все. С вами был проект Mabu. До встречи на следующих эфирах. Всем пока.